Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Несмотря на то, что время сейчас зимнее, до новогоднее, и настало еще затишье в садово-огородных делах, до высадки рассады еще есть время, а однако же желание что-нибудь выращивать у себя на подоконнике дома у многих все равно осталось. Тем более, это очень хороший шанс порадовать себя домашней зеленью. Наиболее популярной культурой для выгонки является, конечно же, лук. Однако, не только лук можно выгонять дома. Существует большое разнообразие растений, благодаря которым можно увеличить количество витаминов в вашей повседневной пище и увеличить ассортимент вот такого вкуса и пользы на вашем столе. О луке мы сейчас поговорим, но просто перечислю то, что можно еще посадить. Обязательно нужно и можно и нужно посадить чеснок. В это время уже можно найти зубочки, которые немножечко проклюнулись. И вот именно такие зубки будут очень хороши для получения ароматной и очень полезной зелени. Прекрасно выгоняется такая культура, как репа. Репа и редька. Она дает хорошую, немного острую, очень вкусную пряную зелень. Весьма-весьма богатую витамином С. То же самое касается редьки. Вот у меня белая редька здесь в руках. Очень хорошо выгонять свеклу. Свеклу. Листики свеклы молодые очень богаты витаминами и очень-очень богаты фолиевой кислотой. Это очень важно именно использовать такие подобного рода культуры. Почему? Потому что они содержат в себе большой запас питательных веществ. И при их выращивании не требуется никакая дополнительная подсветка. Это очень важно, потому что при минимуме использования ресурсов вы получите очень-очень богатый урожай. Ну, расширить ассортимент такой зелени можно также за счет, например, сельдерея. Он может быть корневой, листовой, черешковый. Тот, который вы не убрали из огорода. И если вы даже сейчас можете отковырять какое-то количество растений сельдерея, вы также его можете посадить для выгонки. То же самое касается, например, и петрушки, курчавой, обыкновенной. Она также будет очень-очень хорошо выгоняться. Кроме того, если у вас на участке растет тимьян, мята, другие разные пряные растения, то вот даже такие небольшие деленочки с корнями дадут вам очень хороший урожай дополнительной такой пряной зелени. Хотя корневище у них здесь не очень большое, и запаса питательных веществ большого нет. Однако его хватит для того, чтобы сорвать с каждого, вот с каждой такой микроскопической почти деленочки, можно будет сорвать 5-6 ароматных веточек. И обогатить им не только новогодний, но и повседневный стол. Ну, конечно, зависит от того, как много вы всего этого добра посадите. Давайте сейчас остановимся на луке, самой популярной выгоночной культуре. Какой лук лучше всего выгонять? Дело в том, что современные сорта лука являются с очень длительным периодом покоя. И поэтому выбирать современные вот такие репчатые луковицы из магазина или даже со своего огорода, это, наверное, наихудшая идея, которая может прийти в голову для выгонки лука. Если вот сейчас, до февраля месяца, если вы такую луковицу посадите в субстрат, в котором будете выгонять, она может вот в таком вот виде просидеть. Вы можете обрезать вот это все здесь, немножко оголить вот эту шейку луковицы. Такие приемы есть, но застимулировать рост пера вы не сможете. Она находится в фазе глубокого покоя. Конечно, период покоя у лука репчатого очень сильно зависит от места его выращивания. Если лук происходит из южных регионов, из Азербайджана, например, на Кубани выращивался, в Краснодарском крае, в таких сухих, жарких условиях, то период покоя у него небольшой, и он может давать перо еще даже при хранении. Но если вы живете в умеренной зоне, то раньше февраля луковицы ваши не прорастут. Поэтому либо покупайте лук, который выращен на юге, либо же используйте другие виды лука. Какие виды лука можно использовать? В первую очередь, очень коротким периодом покоя обладают многолетние луки, и именно они являются самыми-самыми благоприятными для выгонки. На ковыряйте вот эти вот луковички, небольшие запасные луковички, шнит-лука, лука-батуна, лука многоярусного. Они прекрасно-прекрасно будут выгоняться. Их период покоя заканчивается примерно в середине ноября. И если они попадут в теплые условия, выгонятся они очень-очень рано и очень-очень быстро. Второй вариант лука, который можно уже выгонять, это лук-семейка и также лук-шалот. Они также характеризуются очень коротким периодом покоя. Вот можно здесь хорошо видеть в сравнении с репчатым луком, который я только что показывал, что вот у репчатого лука еще здесь даже корешочки не появились. А вот у этого лука, семейного, многогнездного так называемого, он уже дает здесь корешочки. Ну, конечно, при способе их стимуляции. Как же простимулировать лук на хорошее укоренение? Существует два основных способа. Первый способ – это положить в полиэтиленовый пакет этот лук. Вот нужно выбирать небольшой лук. Вот слишком большие луковицы будут занимать очень много места. А слишком маленькие луковички дадут маленький урожай пера. И самая худшая идея – это использовать лук-сивок для выгонки, потому что запаса питательных веществ мало, он даст тонкое, слабое перо, которое не порадует вас действительно богатым урожаем. Лучше всего брать луковички среднего размера. Ну, иногда берут лук-выборок, ну, вот такого вот размера, как у меня. Вот такой вот лук-выборок. В принципе, он достаточно оптимален для выгонки. И так его можно положить в полиэтиленовый пакет и завязать его, как следует, чтобы создать там влажную камеру, и на две недели отправить в нижнюю часть холодильника. То есть, как следует его охладить. Но, конечно же, без замораживания. Это хорошо простимулирует лук к тому, чтобы начать давать перо. Он в этом пакете может даже у вас начать укореняться. Ну, то есть, давать белые корни. Две недели, как правило, является достаточным периодом охлаждения лука во влажной камере, для того, чтобы он впоследствии быстро дал вам хорошее перо. Вторым способом является использование стимуляторов роста. Это вещества, которые содержат гормоны растений ауксины. К ним можно использовать искусственные ауксины, которые содержатся в препаратах, например, гетероуксин или корневин. Но я все-таки предпочитаю использовать бактериальные препараты. Например, препарат стимул. Он, с одной стороны, очень хорошо борется с болезнями растений, в том числе, которые надо выгонять. И, с другой стороны, он замечательно стимулирует корневую и надземную часть растений к росту. Как его использовать, я вам сейчас обязательно расскажу. Перейдем к посуде. Какую посуду надо использовать? Я использую вот такие вот невысокие плошечки пластмассовые. Это хорошая идея вторичного использования различных пластмассовых плошек. Мы их не выбрасываем, а мы их используем как бы еще для дела. Это хорошо и с точки зрения экономики, и с точки зрения окружающей среды. Не выбрасывать сразу пластмассу и покупать другую для огородных нужд, а использовать что-то вторично. Конечно же, в посуде, которую вы будете использовать, обязательно нужно проделать отверстие с тем, чтобы излишек влаги, а мы должны поливать ту систему выгоночную, чтобы он свободно уходил и не загнивались наши луковицы, корнеплоды и все, что мы сюда посадим. Для того, чтобы не портить подоконник, еще что-то, возьмите, поставьте все это дело в поддончик. Вот несколько таких плошечек в поддончике на подоконнике на кухне будут прекрасным, прекрасным таким декоративным дополнением и для кухни, и вкусным витаминным дополнением для стола. Поговорим о грунтах. Самая неудачная идея для посадки растений на выгонку – это использование почвогрунтов, торфяных, глинистых, каких бы там ни было. Дело в том, что мы как раз-таки используем не семена, не укроп, петрушку, там еще что-то для посева семена. Потому что если мы будем использовать семена, то нам надо строить настоящий парниково-тепличный комбинат дома. Надо светить, надо греть и так далее. Семян в зимний период вырастить зелень очень-очень сложно. А мы используем растения, запасные их части, которые уже содержат запас питательных веществ, и свет здесь особо не нужен. Мы будем использовать ресурсы, накопленные вот в этих корнеплодах, там, луковицах и так далее, для того, чтобы получить зелень. Поэтому подсветка нам не нужна. И, что самое главное, нам не нужен запас питательных минеральных веществ в земле. Наличие, напротив, наличие большого запаса питательных веществ в богатых торфогрунтах, которые используются для выращивания рассады, занитратит в отсутствии света нашу зелень. Поэтому можно использовать песок, можно использовать даже опилки, можно использовать что угодно, там, кору, вермикулит мелкий. Я буду использовать агроперлит. Мне этот субстрат очень-очень нравится. Нравится он потому, что, с одной стороны, он удерживает значительное количество влаги, создает влажные условия для развития корневой системы. С другой стороны, эта влага в нем, он не пересыщается этой влагой, она не слишком сильно там задерживается, чтобы вызвать гниль вот тех луковиц, корнеплодов и так далее, то, что мы туда посадили. Высота этой плошечки очень небольшая. Почему? Потому что нам как раз нужно всего-навсего слегка погрузить наши корнеплоды, и луковицы, и все остальное в этот самый субстрат. Поэтому я на дно, буквально слоем, ну, полсантиметра, насыпаю, вот сейчас насыпаю этот самый сухой агроперлит. Просто, чтобы немножко покрыть дно. Что дальше нужно делать с луковицами, корнеплодами и всем остальным? В первую очередь, чтобы мы не сажали, может быть, это лук шнит, я его очень люблю для выгонки, может быть, это лук семейный, какой-то вот будут небольшие луковички уже, которые простимулировались, или чесночок, или свекла, или репка. Что бы мы ни брали, это нужно как следует отмыть от земли, от остатков земли. Ну, на репчатом луке, может, земли особо и нету, но в любом случае это надо просто как следует промыть в воде. Следующее, что нужно сделать, весь посадочный материал нужно протравить. Вы можете использовать раствор гипохлорита, это попросту белизна, разведенная в 3-4 раза водой, то есть довольно крепкий раствор белизны, и просто буквально на 10 минут опустить туда луковицы, корнеплоды и все остальное. Я буду использовать марганцовку, делаю такой не сильно концентрированный раствор, вот такой вот розовенький, и, соответственно, там нужно все, все, все как следует протравить. Ну, я просто демонстрирую вам, а так, конечно, нужно для больших посадок взять большую посуду и примерно на час-полтора опустить туда все-все наши корнеплоды. После того, и луковицы, после того, как вы все это как следует протравили, нужно все как следует сполоснуть в чистой водичке. Ну, я вот просто, опять же, для демонстрации показываю, что надо все как следует сполоснуть в воде, но вы можете взять в ведро абсолютно любую посуду для этих целей. Следующее, что необходимо сделать, это обработать наш посадочный материал веществами от болезней и от вредителей. Очень многие, кто занимается выгонкой лука, особенно в грунтах, очень сильно жалуются на то, что оттуда начинают лететь черные мушки, что там начинают заводиться колимболы, что-то прыгает, что-то лазит и так далее, и так далее. Ну, откуда оно берется? Во-первых, оно берется с поверхности нашего посадочного материала, из остатков земли. Здесь могут быть и яйца нематод, и яйца вредителей всевозможных имушек, и всего-всего-всего. И в тепле, в благоприятных условиях, это все начинает выводиться. В том числе, все это может быть и в грунтах, поэтому я всегда говорю, что избегайте при выгонке грунтов. Не стоит этого делать. Нам ненадолго надо сюда посадить растения, поэтому нет необходимости богатый грунт использовать. Поэтому, в том числе, по этой же причине, я использую агроперлит. Что я буду использовать для протравливания? От болезней. А дело в том, что в таких системах растения, тот же лук и другие растения, посадочный материал, очень склонны к подгниванию. Потому что, конечно, надо очень осмотреть, чтобы не было каких-то гнилий, чтобы не было пятен. Но выбрать такой идеальный посадочный материал очень сложно. Поэтому сперва мы его должны протравить, а затем мы его должны обязательно заселить конкурентной микрофлорой. Для того, чтобы процессы патогенные, какие-то болезненные, не начались в этом посадочном материале. Чтобы лук этот не вонял, не гнил у нас на кухне, чтобы свекла землистый запах такой не давала. А уж тем более, не дай бог, загниется репка там, или загниется редька. Запах будет очень нехороший. Поэтому берем посудину какую-то, разбавляем в соответствии с инструкцией бактоген, и, соответственно, там протраливаем. Если вы используете репчатый лук, который еще не наклюнулся, который вот у вас даже охладился и не дал корешки, то вместо бактогена я использую препарат Стимул. Он содержит псевдомонады, очень активные, очень которые хорошо выделяют ауксиновые гормоны. Напитавшись луковицы, обязательно дадут вам корни и дадут очень-очень хорошую зелень. Или то, или то можно выбрать. Разводить надо исключительно по инструкции. Вот как написано на препаратах, так и надо разводить. Нет бактогена, возьмите любой другой препарат сенной палочки, и он тоже вам вполне подойдет. Еще один компонент протравливания это фитоверм. Он будет бороться с как раз теми самыми остатками нематоды, мушек, там чего-то еще, что может завестись у вас при выгонке. Конечно, если вы занимаетесь выгонкой, и у вас нету такой проблемы, мушки не летают, червячки там не ползают, колимболы не прыгают, ну то можно и проигнорировать это протравливание. Но как бы там ни было, я все-таки советую вам, в одной посуде можно развести, например, бактоген и фитоверм, и в одной посуде можно развести стимул и фитоверм по инструкции, тот и другой препарат, все это смешать, и на несколько часов уложить туда все наши луковицы, и чесночок, и репку, и редьку, и лук-шнит, и петрушку, ну сельдерей, все-все-все вот прям в одну посудину можно замочить, и на пару часов там оставить. После того, как вы провели протравливание, можно приступать к посадке. Ну, посадка представляет из себя очень простой процесс. Совершенно не обязательно вот эти все корнеплоды и луковицы заглублять полностью. Я вот просто ставлю их плотненько, друг к дружке, плечом к плечу, вот сюда вот, в эту плошечку, с тем, чтобы здесь у меня получился вот такой вот микс из различных растений для выгонки. Их можно высаживать в одной посудине без проблем. Вот и шнит-лук сюда посажу. Все-все-все сюда посажу. После того, как я заполнил полностью вот эту плошечку, я до плечиков, до верха засыпаю все это агроперлитом. Еще раз повторюсь, что не только не нужно заглублять полностью корнеплоды, луковицы, но даже и хорошо, если треть этих корнеплодов, треть этих луковиц, все здесь останется наверху, на поверхности. Это даст вам гарантию того, что в процессе выгонки у вас не загниется корневая шейка, и все, вся эта система будет расти очень и очень хорошо. После того, как посажены луковички, как посажены корневища, корнеплоды, после этого все перлит этот или субстрат, песок, опилки, что угодно. Нужно как следует пролить, можно взять тот же самый раствор фитоверма с бактериальным препаратом и пролить здесь все как следует и поставить в теплое, ну, относительно светлое место. Пройдет не более недели, как все эти растения тронутся в рост и дадут вам шапку красивой и пышной, пышной зелени. Я вот это все сейчас еще раз поправлю, посажу как следует, уже без спешки это все сделаю и обязательно в следующем видео в каком-то виде бонуса покажу вам, что же у меня здесь получилось и как все это красиво выросло. Что ж, надеюсь, что вы сделаете вот такие красивые ассорти, которые будут не только обогащать ваш стол, ваш организм пользой, но и станут красивым дополнением в это межсезонье, когда рассада еще не началась, а уже что-то выращивать хочется. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!